здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях человек который часто посещает нашу программу потому что это депутат московской областной думы игорь валерьевич каханы здравствуйте игорь валерьевич добрый день ну и напомню что поговорить мы будем о всех тех вопросах которые касаются работы депутата есть особенная программа который хотят узнать наши жители и вы как никто иной знаете как и расскажете нам об этой программе программа называется инициативное бюджетирование такое сложное название но слово бюджет радует потому что всегда с этим словом связывается что-то хорошее но прежде как сегодня работает московская областная дома я так понимаю же пандемия у нас закончилась и уже работает в очном режиме по традиционному плану до дома работает по традиционному плану причем снова года у нас не было ни одного звучного заседания и что касается и самой думы пленарных заседаний и заседания комитетов которые предшествуют пленарным заседаниям на которых рассматривается предварительно законопроекта и выносится на думу поэтому да все в очном режиме а комитет часто собираются как правило это раз в неделю вот я являюсь еще и председателем комитета профильного московской областной думы это не напомним как он правильный комитет а да он же кстати говоря это важно говоря с предыдущего созыва он изменил немножко название на сегодняшний день называется по строительной политики энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству но вот мне кажется я по-моему даже уже говорил вам что это вот как человек говорит сразу должны избирать это глаза гореть жилищно-коммунальное хозяйство структур едика все самое то что касается трудный комитет находите общий язык с людьми которые в комитете работы наверно хватает комитет очень сложные почему потому что мы делали срез ежегодно делаем срез по тем письмам наших избирателей которые приходят в адрес масса был думают так вот до начала пандемии на наш комитет в комитете комитета в думе в прошлом созыве было 12 в этом созыве 9 вот из 12 комитетом наш комитет приходила практически половина вопросов наших и обращались запросов писем на которые требовалось анализировать отвечает принимать какие-то меры и так дальше практическая половина но вы же сами сказали жкх все все должны ожидать популярные тема и жкх потому что энергетика тоже это близко связано же когда потому что жкх без энергетики не функционирует это жкх вернее энергетика это и тепло это электроэнергия вот поэтому конечно тема такая злободневная и в строительной политике в принципе масса вопросов есть и кричащие в том числе да это что касается одной проблемы только обманутых дочеков я говорю о кричащих темах госпрограммы к примеру в люберсах они реализуются не путем госпрограмм путем реализуется договоров развития застроенных территорий я имею ввиду когда люди пересеряются из ветхого и аварийного фонда жилья вот поэтому тоже такая серьезная программа это же вопросов хватает почему наш дом признан или не признана когда нас расселят и так дальше а вот депутат в данном случае рассматривается как помощник потому что же как продвинутый избиратель он знает что я имею право он же мой депутат значит я могу с него потребовать то есть вам лишь приходится вот этот напор ну выслушать понять объяснить и так сказать поставил рассказать как этот процесс будет происходить тяжело с людьми работать по-разному наверное бывает тяжело с людьми работать только тогда когда по каким-то объективным причитам что-то переносится и переносится но такое бывает вот тогда тяжело когда идет все в рамках и люди понимают по плану да как теперь можно говорить по дорожным картам которые были составлены утверждены и объявлены нашим жителям поэтому тогда все и вопросов не возникает ну и я так понимаю что чуть позже мы может быть там о планах поговорим впереди весна лето и опять же комитет он же как заканчивается одна зимах а который как никак нас не отпустит да и уже идет подготовка к следующей зиме правильно то есть такой бесконечный раз алютно но сейчас давайте поговорим о гора о главном вопросе ради которого мы игоря валерьевича пригласили сегодня в студию программа вот с таким для кого-то может быть загадочным названием инициативное бюджетирование вот что это за программа откуда она берет свои корни рассказывать но эта программа определено законодательством что она такая может быть что инициаторами процессов но если мы говорим о том что говорит о регулярном своих посланиях федеральном собрании наш президент владимир путин то что говорит своих обращениях жителям наш губернатор андрей воробьев что все должно ради жителя для жителя поэтому и от жителей инициатива может быть в том числе это вот сама инициативное бюджетирование это то есть инициатива то что исходит снизу от наших жителей это что может заложиться бюджет московской области вот начать что мы на сегодняшний день реализуем по фактам инициативного бюджетирования есть закон московской области он так и называется по наказам избирателей вот до 19 года мы этот термин особо и не использовали почему потому что тогда бюджетный кодекс не предполагал куда согласно этому закону в какие учреждения скажем могут направляться деньги а что значит в какие учреждения но если говорить об уровнях бюджета то у нас на сегодняшний день здравоохранения это бюджет московской области этой структуры областная а что касается скажем учрения образования культуры это структуры муниципальные и до 19 года то что было заложено в бюджете на деятельность депутата по наказам избирателей эта сумма не маленькая это 15 миллионов но и небольшая за это школу не построишь за это садик не построишь мы могли использовать как раз таки в любые учреждения что в образование что в спорт что в учреждении культуры что здравоохранения затем были внесены изменения бюджетный кодекс где запрещалось впрямую использовать бюджет московской области на муниципальные нужды то есть раз скажем образование это юрисдикция муниципалитета значит муниципалитет должен разбираться с ним своим бюджетом но избиратели же у нас не только в системе здравоохранения у нас садики и школы и культура и как раз тогда мы нашли именно законный выход как использовать как и раньше мы использовали эти средства на те же садики школы учреждения культуры и спорта это посредством как раз таки инициативного бюджетирования что посредством него мы могли использовать те же областные деньги то есть это такое своеобразное но не выход а как сказать возможность дополнительная возможность можно даже прямо сказать это был выход в их именно выход потому что это было я помню ни одно заседание рабочей группы найти этот выход и мы его нашли законный нормальный абсолютно работ работающий до работающего и как сейчас программа как она контролируется как кто ею занимается это как то какая какая-то сводная таблица из как это все происходит значит что касается мы же здесь не ради красного соса я не буду агитирую что он там наши жители инициативные в плане учреждения образования даже горы или там детских садиков за которые входят системы образования или спорта нет конечно такого это происходит на самом деле немножко не так у нас жители конечно они инициативные но когда речь касается его подъезда его двора его квартиры не знаю вокруг моего транспорта на котором он ездит вот тогда люди проявляют инициативу что касается когда ребенок у лица садик или школу конечно работать все немножко по-другому хотя жители участвуют конечно непосредственно в этом процессе скажем у нас вот как раз в это время у нас проходит голосование на портале бы он добродел как раз таки по инициативному бюджетированию организовано с 26 марта по 1 апреля так и что за голосование это на портале добродел что те проекты которые выставляются на портал добродел чтобы за ней голосовали жители а вот теперь как это происходит реально я расскажу то жители когда еще раз говорю двор до парк да это понятно это полномасштабно идет и рекламная кампания со стороны администрации и в средствах массовой информации в сети интернет поэтому люди конечно на это очень охотно отзываются и голосуют я еще раз говорю что касается учреждений тема немножко другая мы естественно как депутаты и я и дмитрий валентинович и денис ком очень тесно работаем со всеми учреждений естественно мы понимаем кому мы оказали помощь кому она нужна мы работаем тесно и с учреждениями с нашим скажем управлением образования с нашими главврачами наших больниц как детской и таки взрослой резко областной больницы на местах работаем с начальниками отделений а вот почему это надо и тоже скажу потому что как знаете если более активный двор есть менее активный двор и более и более активный будет постоянно голосовать даже когда у них будет все хорошо но это же не значит что в том дворе который менее активны ничего не надо делать вот поэтому есть это весь детки им надо детская площадка они не понимают еще там маленькие детки что такое голосование на портале добродела родителям не до этого а бабушки там скажем с компьютерами не очень дружат вот поэтому естественно в плане вот контроля на этой существует скажем что касается дворовых территорий органы власти муниципальной которые понимают что да в этом мы выполнили в прошлом году а вот давайте в ту на ряд дворов которые мы можем предлагаем в этом году и вот тогда голосование вот если из ряда воров скажем можно сделать там 50 процентов до финанс подталкиваете хорошем смысле этого слова людей чтобы они за реальный но за реальное предложение проголосовать предложение формирует власть потому что если власть не будет формироваться знает просто видит эту ну прозрачную ну конечно как я сказал он просто на пальцах объяснил в этом дворе делась но он активно он будет голосовать голосовать и голосовать поэтому если там нормально в соседнем ненормально это двор в эти развивания не в да не войдет войдут те где не было да а вот из этих дворов надо выбрать 50 здесь конечно большинство голосов решая что касается учреждений естественно мы работаем с руководителем этих учреждений с профильными управлениями мы понимаем где мы оказали где мы не оказали то есть ведется перечень естественно там где не оказывали эту помощь с ними ведется достаточно активная работа вот когда вы понимаем что мы можем меж говорю что детский садик или школу на эти деньги не построишь но можно что сделать скажем купить какие-то интерактивные детские площадки сделать какое-то тоже благоустройство детском садике в том числе какую-то мини спортивную площадку можно там сделать какие-то текущие ремонт и там ставить окна покрасить сделать туалеты и так дальше вот если касается школ да и детских садиков в том числе можно поставить плюс оборудование вот были даже очень серьезные у нас моменты вот вот сейчас давайте мы здесь сделаем давай паузу и серьезных моментов начнем нашу вторую часть напомню что у нас в гостях игорь валерьевич кахан и депутат московской областной думы говорим мы сегодня в основном о программе инициативного бюджетирования как это работает и какая прежде всего выгода до для наших жителей делаем небольшую паузу и возвращаемся в студию напомню что это а программа открытый диалог у нас гостях игорь валерьевич кахана депутат московской областной думы продолжаем разговор о программе инициативного бюджетирования так мы говорили о школах о садиках что да можно как какие-то деньги выделить да и мы говорили построить да но мы говорили о серьезных моментах потому что но скажем возьми я как пример приведу наша 44 гимназия там многие годы была очень серьезная проблема с отоплением именно в одном крыле было реально холодно и причина была понятна но деньги вот на наши деньги в том числе сработали на то чтобы заменить то есть деньги которые устранят причину до устранить причину и наконец-то школа работает и дети не мерзнут и нормально проходит учебный процесс то есть даже на такие моменты это была очень серьезная сумма вот это в принципе суммы это мы распределяем порядка там 500-700 тысяч рублей вот что в этом плане где оборудование говорю где благоустройство где их текущий ремонт где площадки где но не школа не муниципальный бюджет как правило смотрит более глобально а мы можем гораздо большему количеству учреждений помочь на кейс более не точечная им такие мелкие вещи но без которых скажем или с которыми жизнь будет более прекрасно теперь все-таки по голосованию кралоке она работает поэтому мы любим далее из явления да поэтому естественно начиная со сначала работа мы понимаем кому надо оказать помощь и затем когда мы уже с руководителями определились тогда естественно мы выносим на и сами учреждения могут нашем присутствии могут вне нашего присутствия это выносить на как раз таки родительские собрания и так дальше что вот предлагается сделать тот и вот тогда предлагается свое воле заявления высказать родителям того или иного ребенка в детском садике или ученика в школе и вот как раз насколько они активно будут участвовать голосование то есть будет понятно будут реализованы те объекты которые мы запланировали к реализации или выставили как по инициативе скажем депутата депутат тоже может инициировать инициативное бюджетирование вот поэтому заинтересованы скажем так стороны могут вот ну вот пока скажем так за эти годы когда бюджетный кодекс я сказал было несено изменение я скажу у нас ни одного срыва не было и слава бог понятно мне еще вот такой вопрос ну это работа депутата и в этом наверное тем более депутат который работает на земле депутаты они же разные бывают по-разному работают но когда человек знает проблему двора школы вот да вы говорите отопление или есть такие вроде как и можно решить но опять же как-то вот средства не доходят это я так понимаю возможность выработать может быть даже не несколько этапов то что надо в первую очередь сделать потом во вторую в третью то есть вот это инициативное как то что вы выдвигаете на голосование потому что ведь вероятность что люди не проголосуют она же остается или все некий когда предлагается вот но что называется сладкое все равно голосу и конечно проголосуют продукт продуманное уже да конечно потому что ведь это отработана тема с руководством школы в том числе скажем с учителями если детский сад в том числе не только с руководителями с воспитателями поэтому грамотно проведенное собрание но кто откажется того чтобы от хорошего чтобы в садике там скажем было мини спортивная площадка хорошо а если например у тех же жителей вот их уже инициативу обсудим они что разные бывают инициативы достойное внимание в этой инициативы которые но мягко говоря инициативы трудно назвать как вы думаете вот этот механизм он заработает когда инициатив от людей станет больше и надо будет их фильтровать к ней работает только они работают просто по другим программ начать я же сказал в начале нашей передачи что что житель как правило управляет очень инициативные жители не стиву там где больше всего его коса личность надо лестничная клетка подъезд лифт двор за весь городской вокруг он не будет переживать скорее всего он считает ну ну наверно но я тоже отец это же мои дети учились и в школе и ходили в садик поэтому понятно что я понимал что раз мой сын школе то там есть кому позаботиться чтоб школа была в том состоянии которое позволит ему туда хоть на заходить и получает образование на которое мы все рассчитываем вот поэтому а вот жители когда я говорю они проявляют свою нести его потому что они видят каждый день постоянно и не могут молчать или хотя чтобы это было сделано это работает другие программы но скажем программа благоустройства до называется современная комфортная городская среда при которой проводится благоустройство как общественных пространств таки дворовых территорий вот здесь как раз таки инициатива жителей однозначно вот они высказывают они сами участвуют голосованиях они сами участвуют голосования за свой двор вот другое дело что нарезку этих дворов в любом случае дает администрации чтобы не было за 2 и хорошо и вот контроль за выполнением программы инициативное бюджетирование его кто осуществляет это депутаты или какой-то какая-то команда скажем собранная еще из представителей власти как это работает рассказываю но здесь же можно говорить о том что я член партии единая россия что по мало того я еще являюсь региональным координатором федерального партийного проекта городская среда то есть это для меня очень близко и очень хорошо известные как она работает том числе поэтому очень немаловажно при любом процессе при любом реализации любой государственной программы ли это будет инициативное бюджетирование сформировать прежде всего группы общественного контроля вот когда есть группа общественного контроля она сформирована поверьте на этом объекте будет гораздо лучше эти дела чем там ее нет потому что администрация ну к сожалению там невозможно возле охвате каждого объекта поставить по своему сотруднику администрация чтобы он круглосуточном режиме это контролировал кто как не скажем школе родительский комитет или во дворе этом совет домом будет контролировать то что делается в дворе или в школе в садике конечно это когда делается для них они ну возьмем скажем там двор да то есть человек идет выходит в этот двор идя на работу ведя в магазин приходя с работы да и когда поставили да и когда что-то происходит не так естественно первый сигнал будет от человека который от инициативного человека когда он видит что что-то происходит не так ну скажем подряд на организация сегодня не вышел на работу администрация может об этом не знать но если придет звонок сразу начинает разбираться если мне придет звонок я начинаю разбираться вместе с администрацией администрации не сразу начинает разбираться поэтому очень не мажу немало важный факт это как раз таки группа общественного контроля сейчас у нас в этом году отойдем немножко это нести нового бюджетирования если президентская программа скажем я там тоже достаточно часто бываю нас капитальный ремонт двух школ это 1 и 6 гимназии вот с переселением детей другие гимназии вот там как раз таки было немаловажно создать именно из родительского комитета тех людей которые за это ратовали которые за это болеет группа общественного контроля и помощниками стану конечно и у директората школы у которых прежде всего организовать для детей конечно учебный процесс поэтому конечно помощник и так в любом деле что инициативное бюджетирование что любая госпрограмма вот программы которые опять же возвращаясь теме перестройки после пандемии программы все сейчас работают которые были обозначены депутатским корпусом или что-то еще не выведено из пост пандемийного так скажем состояния значит что касается вот нашего профильного комитета мы буквально недавно председателем мособолдома игоревич бронсалов нам давал всем председателям поручения чтобы мы проанализировали исходя из текущей ситуации с санкционных моментов и держали на контроле все или работают программы и насколько либо урезаны не урезаны я вам скажу нас абсолютно вот по нашему профилю у нас профиль я уже в одном названии скрытой вы представляете сколько у нас 9 государственных программ на контролируем вот поэтому все программы абсолютно работают если говорить о какое-то секвестирование это только одна программа это секвестирована так что это даже незаметно ну скажем было 47 миллионов миллиардов стало 45 с половиной в некоторых программах даже есть увеличение дам поэтому исходя из того что опять-таки санкционных моментов из того что материалы некоторые увеличили да а такой еще вопрос мы сейчас несмотря на то что зима неожиданно нас посещает вот все таки идем в апрель там дальше уже мая начинается такой весенний период когда все оживает в том числе оживают и не самые может быть активные жители которые хотят видеть чтобы у них все было покрашено чтобы у них там все блок чтобы было ощущение что процесс идет вот сейчас ты у нас будут видимо субботники очередная да да 1 у нас запланирован на 16 апреля поэтому пользуясь случаем хочу сказать нашим жителям я сам буду часто субботники и вас призываю вы пожалуйста выходите потому что это не только ну понятно что муниципальное образование есть специальные службы чтобы его там привести в порядок и поддерживать ежедневно но когда весь город заинтересован чтобы муниципальное образование было чище и когда мы выходим массово даже там в одну или две субботы конечно это гораздо будет все быстрее и качественнее нежели служба то которая имеет определенные ресурса ресурсы этой сотрудники и соответственно ресурсы в плане техники приведет в порядок муниципальное образование поэтому я призываю кроме того субботник это всегда прекрасно это трудно свежем воздухе и общение самое главное со свиньями с представителями власти с депутатами и так дальше поэтому выходите пожалуйста всех обеспечим и и всем инвентарем и посадочным материалом потому что субботники как правило и сажаются и деревья и кустарники поэтому все будет обеспечено на сегодняшний день администрация как и правительство области такие администрации муниципалитетов люберцы здесь не исключение они ведут подготовку к этому и заготовку всех материалов и в том числе и посадочных поэтому вообще помогает вот уже субботники у нас давно проводится был там период в 90-х когда это все исчезло это помогает есть какой-то результат от как вот такого общего гражданского проекта под названием субботник конечно но есть два момента то что я в призыве к жителям сказал это то что гораздо быстрее приводится в порядок дворы прежде все что мы своими своими силами да и для себя это раз и второе когда я в призыве говорил что это и общение соседей и с представителями власти поверьте на субботники помимо общения еще очень много вопросов житейских решается потому что представители власти рядом жителями ведут те же работы по благоустройству по уборке и так дальше естественно возникают какие-то вопросы сейчас мы или нам это дерево не очень аккуратно все длины и конечно это записывается берется на контроль и решается поэтому во всех смыслах хорошо это хорошо прямой контакт но и прямой контакт который всегда есть нашими депутатами игорь валерьевич время пробежал очень быстро мы очень рассчитываем что вот эта программа инициативного бюджета вообще слова инициатива хорошие слова бюджет хорошего когда эти два слова вместе мы очень рассчитываем что несмотря на все те моменты новые в нашей жизни которые происходят что мы через какое-то время вы опять к нам прийти и расскажите что-нибудь хорошее отчитаетесь как говорится о том что у нас удалось сделать но и пусть больше больше будет инициатив который можно будет решить да и больше общественников которые эти инициативы в результате подключается организует и контролирует потому что группа общественного контроля наш важно как на начальном этапе так и во время производства работ так и по их завершению 100 сроками качествами спасибо огромное игорь каханный депутат московской областной думы был гостем нашей сегодняшней программы это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания